И к другим темам. Проблема, о которой нужно говорить. 15 детей сейчас находятся в Центре адаптации для несовершеннолетних. У каждого своя история и свои проблемы. В первую очередь, ребятам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, нужна психологическая, социальная и медицинская помощь. Специалисты Центра отмечают, в этом году юных постояльцев стало больше. С чем это связано, пыталась выяснить Ксения Куценко. Артему 9 лет. В Центре адаптации несовершеннолетних он живет уже две недели. Каждый день с мальчиком занимается психолог. Вот и сегодня Артем рисует дом, дерево и человека. Это изображение расскажет о психологическом состоянии ребенка. Известная методика – помощник специалистам, но подходит она только для работы с малышами, говорит Александр Андреев. К ребятам постарше другой подход. Чем старше возраст, уже используются психологические методики, как проективные методики, рисуночные, так же и опросники. По результатам каждый составляется заключение, разрабатываются рекомендации воспитательскому составу, как работать с детьми. В Центре 15 детей. Они попали сюда по разным причинам. Здесь делают все, чтобы им помочь. Как правило, дети, попадающие сюда из социально неблагополучных семей. Причинами являются также бродяжничество детей, а социальный образ жизни родителей – это наркомания, алкоголизм. В сравнении с прошлым годом количество детей у нас увеличилось порядка на 50 детей. Дети к нам попадают в возрасте от 3 до 18 лет и в течение трех месяцев, в течение этого периода оказывается им социальная помощь, устанавливается статус их детей. Кто-то возвращается к родителям, кто-то обретает новый дом. Своей главной задачей в Центре считают помочь детям, попавшим в трудную ситуацию, поверить, показать, что они не одиноки. Ксения Куценко, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК.